Всем привет! Меня зовут Василий. Я хочу показать вам Рано Логан 2 2019 года выпуска. Буду снимать и один, так как у меня помощника в данном моменте не имеется. Я специально не стал мыть автомобиль, чтобы показать те моменты, которые не были доработаны заводом-изготовителем. Сначала я хочу показать вам подкапотное пространство, что же там имеется и прочее-прочее расскажу далее. Итак, открыли мы крышку моторного отсека и что мы видим? Газ-лифт. Нет уже этой ножки, которая ставится вручную, а есть вот именно вот такой упор. Далее. Мотор 1.6, 8 клапанов. Также имеется система АБС. Имеется гидроусилитель в этой комплектации, но нет кондиционера. Двигатель хороший, надежный, причем шустренький. Конечно, есть такие вот моменты, пятна видно. И вот блок управления, электронный блок управления, он поставлен совсем в таком нехорошем месте, что его закидывает грязью и прочее. И влажность имеется здесь, как расположен, он не совсем удачно. Итак, перейдем к внешнему осмотру автомобиля. Начнем с крышки моторного отсека. Вот видите, какая грязь. Неужели нельзя было сюда резиночку какую-то сделать? Вот сюда, вдоль всей ширины крышки моторного отсека. Посмотрите, какая грязь. Также и здесь имеется грязь на этих элементах. Не понимаю, как же так. Так, пойдем дальше. Открываем дверь водительскую и смотрим. Здесь также присутствует именно та же грязь. Также отсутствует какая-то уплотнительная резиночка. Здесь, не знаю почему, пожалели денег, что ли, на это дело. И также это присутствует на всех четырех порогах, четырех дверей. Такая же грязь не греется. Вот это все недоработки завода. Что очень тоже крайне неприятно. Вот это я хотел показать. Основное, именно потому, что я и не мыл автомобиль. Так же в этой комплектации отсутствуют противотоманы фонари, что тоже печально. Но, в принципе, фары освещают очень хорошо. Оптика хорошая, мне нравится. Причем, есть ходовые огни. Сейчас я включу и продемонстрирую вам. Вот именно, вот они светятся. При включении, при повороте ключа зажигания, включаются вот эти ходовые огни. Они светодиодные. Также имеются колпаки, что тоже радует. Причем, хороший вел. Они нравятся. Но, колпачки, конечно, дорогие. И я их прицепил на вот такие стяжки фасмассовые. Вот. Также посмотрим на крышку бензобака. Теперь она открывается и изнутри, то есть, с водительской стороны, из салона. Что тоже радует и очень приятно. Далее. Задние фары, конечно, мне не очень катят и нравятся. Как-то бы они стильно бы, что ли, как-то бы сделали прочее. Багажник довольно большой. 510 литров. В багажнике у меня тут хлам. Там запасное полноразмерное колесо. Тут вот то же самое. Тоже имеется грязь на бампере. И вот эта крышка, крышка багажника, она тоже ничем не обшита. Никакой не пластмассовой, никакой обшивкой вообще. Тоже мы могли бы как-то что-то продумать. Но в комплекте имеется баллонник вот такой и крючок. Теперь можно перейти на осмотр в салон. Покажу, расскажу. Кстати, вот я опустил стекло. И тоже не зря, чтобы вам показать, насколько тоже качественно это все сделано. Вот посмотрите, как она гуляет. Вот это тоже не есть хорошо. Это тоже какая-то недоработка завода. Вот видите, как она гуляет. Очень тоже неприятно. Вот. Вот сверху хорошо сделали резиночку. Вот здесь и вот здесь. Вот это радует, да. Антенна длинная. Тоже. В салоне, в салоне тоже есть недоработки. Вот видите, вот эту коричневую хрень. Я ее специально сделал, чтобы не шоркать ковролин. Чтобы он не пачкался и не шоркался. Потому что иначе он будет совсем лысый. Дыры будут и прочее. Это будет некрасиво. Я решил сделать именно вот таким способом, чтобы не испортить ковролин. Вот, кстати, вот этот ключок бензобака. При поднятии его открывается влечок. Далее. Как я уже и говорил, что у меня вторая комплектация, после базовой, то есть Life. В ней присутствуют две подушки безопасности. Что у пассажира, что с водительской стороны. Опять же, имеется бортовой компьютер. Я тоже вот иной раз удивляюсь над производителями. В базовой комплектации нету датчика охлаждающей жидкости. Нету. Вот в этой комплектации и есть. Вот он слева. Слева будет. А базовой его нету. На данный момент пробег 3463 километра. В этом бортовом компьютере есть такая немаловажная вещь, которая показывает температуру за бортом. Вот сейчас за бортом у нас 0 градусов. Чего тоже радовать не может. Но опять же, этот датчик, который показывает температуру, он стоит в правом зеркале. И при открытии окна, мало ли кто-то покурить захотел, либо еще что-то, из салона выходит тепло. И он начинает просто-напросто убирать. Также расположение кнопок по стеклоподъемникам в дверях, что тоже удобно, нежели на предыдущем Логане было. Но здесь два стеклоподъемника, только передние, электрические. Еще бы хотел отметить центральный замок, что есть кнопочка, это хорошо. Но на нее нажимаешь, и можно открыть с внутренней стороны дверь, что тоже не очень хорошо. Что еще хорошо в этом автомобиле? Я смотрел комплектацию Лады Гранты, Лады Весты, смотрел базовые именно комплектации, и даже и вторые смотрел. Но вот в базовой комплектации имеются подголовники только у Логана. Вот они вот молодцы, думают о пассивной безопасности людей, которые находятся в этом автомобиле. Лады Гранты. Продолжение следует...